Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашей программе «Диалог под часами». Гость, который давно у нас уже не был, поэтому я думаю, нам будет интересно его послушать. И я именно этого и хотел дать ему возможность сказать, потому что на других всяких каналах он как-то не имеет возможности. Он скажет одну-две фразы, а дальше начинается шум, и уже как-то не получается. А мне кажется, он может сказать для нас что-то новое и интересное. Итак, это Николай Викторович Стариков, председатель партии ПВО. Как это расшифровывается? Партия Великое Отечество. Партия Великое Отечество. Вот, очень такое многоассоциативное название. Здравствуйте, Николай Викторович. Добрый день. Ну, первое, что я хотел спросить, как вообще партийное строительство идет? Вы довольны или все-таки как-то недостаточно, все-таки широко это идет? И есть какие-то препятствия в вашей деятельности? Ну, я думаю, что быть довольным любыми результатами, наверное, неправильно. Надо всегда стремиться к большему. Но если взвесить те ресурсы, которыми мы обладаем, и те результаты, которых мы достигли, я считаю, что мы показали очень хорошую, как сейчас любят говорить, эффективность. Вот это как раз тот случай, когда это слово можно использовать. То есть мы партия, которая создается, собственно говоря, снизу, без какого-либо административного ресурса, без вливания каких-либо колоссальных средств со стороны, из каких-то неизвестных источников. Единственный источник, на что партия существует, это пожертвование патриотически мыслящих промышленников, которые, как мы знаем, в России никогда не были в очень хорошей ситуации. И сегодня экономическая ситуация не меняется. Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Поэтому у нас сегодня отделение открыто уже в 72 регионах России, более 40 тысяч членов партии. Я считаю, что для партии, которая, собственно говоря, меньше двух лет существует, которая участвовала в выборах пока что в один день голосования, в 2014 году, это очень хорошие результаты. Тем более, что мы добились успехов, мы провели депутатов в муниципальные советы Санкт-Петербурга, у нас есть депутаты в некоторых других советах, так сказать, разбросанных по нашей родине. И сейчас мы готовимся к выборам 2015 года. Хорошо. Я еще вот хотел спросить, а кроме вас, вот есть такие у вас в партии лидеры, которые уже, так сказать, на себя проявили, которых общество уже заметило, знает, которые вот так же активно и очень доказательно платформу эту демонстрируют? Ну, вы знаете, вместе со мной партию очень много пришло молодых, не очень молодых, совершенно уже взрослых людей, которые вместе начали строить новую политическую силу. Они, наверное, в большинстве своем пока еще неизвестны широкой публике, ну, по крайней мере, на федеральном уровне. Но это люди, которые проявили себя в определенной общественной работе на уровне областей, регионов, городов. То есть там их знают на уровень страны, этот этап, я думаю, что наступит позже. Но в любой политической силе, которая растет снизу, возникает вот именно та проблема, о которой вы сказали. Неизвестность на первом этапе ее лидеров, ее активистов, ее идей широкой публики. И поэтому я и мои коллеги, мы стараемся использовать любую возможность, никогда не отказываемся от прихода в эфир радио, телевидения для того, чтобы об этом рассказать. Поэтому я очень признателен вам за то, что вы сегодня даете возможность рассказать то, что мы делаем, для чего устроили партию. Для меня это, возможно, как бы, ну, просто побочный, неизбежный продукт. Мне просто интересно самому по себе. Во-первых, со времен нашей последней такой встречи, я увидел, что вот как-то наш телевизор вас заметил. И вы вот участвовали во многих таких передачах и как-то уже стали таким узнаваемым человеком для политической деятельности. Это совершенно необходимая вещь. А какие у вас надежды на вот этот 15-й год, на эти выборы? Ну, у нас есть надежды, связанные с нашей партийной деятельностью, есть надежды, связанные с нашей гражданской позицией. Вот, в первую очередь, мы, конечно, думаем о стране, и поэтому, действительно, убеждены, что никаких попыток, никаких итогов раскачивания ситуации в России у наших геополитических противников не получится. Несмотря на то, что они сегодня пытаются обрушить курс рубля, вызвать недовольство нашим президентам. Нет, курс рубля уже, можно сказать, обрушен, просто не до нуля, так сказать. Но технологии те же, что и когда перед уничтожением Советского Союза. Технологии все те же самые. Дело в том, что мы, как сегодняшнее государство, встроены в некую систему. И в этой системе мы действуем по правилам, которые не мы написали, которые написаны не в наших интересах. И когда мы пытаемся суверенную политику проводить, а мы это видим в вопросе Украины, в вопросе воссоединения с Крымом, то нас, как нашкодивших детей, Запад пытается поставить в угол и наказать. Но мне кажется, что вот эта политика Запада, она в корне ошибочная, потому что они не учитывают главного фактора русского духа. Как только нас пытаются к чему-то принудить, мы начинаем куда более активно этому противостоять. Поэтому сегодняшние попытки разрушить нашу экономику через фантастические скачки нашей национальной валюты приведут в итоге к тому, что мы сделаем то, что давно надо было сделать. Отвязать эмиссию рубля от количества долларов, которые поступают в нашу страну, чтобы у нас была суверенная эмиссия, необходимая для развития государства. То есть мы из сложной ситуации, я думаю, что в 2015 году перейдем к более мобилизационной экономике, которая сегодня необходима. Потому что России объявлена война. Эта война уже где-то происходит в горячей форме, где-то в холодной. Это еще покойный патриарх Алексей, царство небесное, он об этом говорил. Есть такие обширные цитаты о том, что Россия объявлена война. Он своим патриаршем, прозволевым оком это все уже увидел, хотя таких экономических признаков еще не было никаких. Мы наоборот, так сказать, поступательно шли вперед. А вот когда вы говорите «мы», вы, получается, что выступаете от имени государства. А у вас есть рычаги, ну кроме поддержки словом политики партии и правительства, помогать этому процессу? Ну, когда я говорю «мы», я, конечно же, имею в виду моих партийных коллег, потому что я вхожу в руководство партии и определенным образом могу выражать точку зрения тех, кто вступил в партию Великое Отечество. Как бы встроены в наш современный русский вот этот эстаблишмент партийный. То есть, вот, что говорит Стариков со товарищами, это как-то влияет на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Собственно говоря, мы для чего создавали партию? Для того, чтобы отражать точку зрения тех слоев населения, они очень широкие, которых ни одна из партий, сегодня существующих в Думе, не отражает. Потому что очень часто задают вопрос, а зачем вы создавали партию? Ну, пошли бы в эту, в эту, в эту или в ту, и там бы вот свои идеалы отстаивали. Дело в том, что каждая из политических партий, у десятков миллионов наших избирателей есть целый ряд вопросов. Потому что в одном варианте она голосует за что-то хорошее, а в другом варианте она не может это делать. Ну, приведу один пример. Крупнейшая партия Единая Россия. Но на самом деле у этой партии нет идеологии. Потому что даже из названия мы с вами видим, Единая Россия это хороший, правильный, абсолютно лозунг, с которым мы согласны. Да, Россия единая. В 99-м году этот лозунг был актуален, потому что речь шла уже о распаде России. И, собственно говоря, вторжение банды Басаева в Дагестан должно было стать спусковым механизмом для распада уже не Советского Союза, а России. И тогда этот вопрос был очень актуальным. Сохранили единство России, а что дальше? Дальше создавать унитарное государство. Да, но эта партия не собирается создавать ни унитарное государство, ни какое бы то еще. У нее нет идеологии. Там вы найдете либералов чистых, вы найдете сторонников левых идей, вы найдете просто крыльевистов. Большая партия всегда какие-то крылья имеет, фракции. Да, но должна быть сама птица. А здесь крылья есть, а птицы нет. Нет. Есть, простите за такое сравнение, какой-то ожиревший пингвин, который летать уже не может. И который, как флюгер, поворачивается за ветром в ту или иную сторону. Давайте вспомним ситуацию 2011-2012 года, когда Запад хотел в России сделать то, что он сделал позже на Украине. Болотные, крики о массовых фальсификациях на выборах, раскачка ситуации, которая должна была привести к единственной цели. Ради чего все это делалось? Не допустить прихода Путина на второй президентский срок, на очередной президентский срок. Чтобы был кто угодно президентом, только не Путин. Вот ради чего все это делалось. То есть политическая партия Единая Россия, она просто устранилась. Ее не было. Что стало переломным пунктом вот в этих часах, в этом маятнике, когда качались весы истории нашей российской? Митинг на Поклонной горе. И мне очень приятно, что я был одним из организаторов этого митинга. Я был там оратором. И вот этот митинг переломил ситуацию. Но там не было партии Единая Россия. Там были патриотические организации, там были общественные организации, там были мыслители, философы. Нет, ну Единая Россия это в некотором смысле партия такая уникальная. Это партия аппарата. То есть это вот такое, ну, собрание людей, бывших и настоящих членов аппарата управления государством. Конечно. Но у них же должна быть идеология. И идеалы, к чему они ведут страну. А если... Да вообще должно быть. А иначе куда они ведут страну? Я приведу более свежий пример. Ну, вот есть депутат государственного... Но с другой стороны, вот не совсем понятно даже по программам, а куда ведет нас ЛДПР. Ну уж если мы хотим, так сказать, по партиям пройтись немножко... Нет, совсем не хочу. Ну тогда, я прошу прощения, вот пример один приведу. Когда говоришь ЛДПР, все понимают, о ком речь. Ну это театр одного актера. Хорошего, талантливого, но одного. Так сказать, дай бог ему здоровья. Но что будет с этой партией после того, как актер не сможет выходить на сцену, это как бы отдельный вопрос, который мы оставим за рамками. Ну это еще долго. Он как неплохо себя чувствует. Так и дай бог здоровья. Вольфович чувствует. Дай бог здоровья, я и говорю. Я знаком с Владимиром Вольфовичем, отношусь с большим уважением. Ну еще бы. Кто же с ним не знаком? Но все-таки отец Дмитрий хотел вот этот пример привести, потому что он очень наглядный. И он очень привязан к сегодняшней ситуации. Значит, есть в Единой России порядочные люди. Их полно там, естественно. Подавляющая масса рядовых партийцев. Есть и депутаты, в том числе депутат Евгений Алексеевич Федоров. Он вместе с коллегами вносит в Государственную Думу наш совместно разработанный законопроект о подчинении Центрального банка государству. Это как раз вот то, о чем мы говорим. Чтобы эмиссию денег контролировало государство. Это очень важно. Потому что сегодня Центральный банк, видите, что он творит с курсом нашей национальной валюты. Но вы думаете, что президент, премьер-министр к политике Набиулиной не имеет никакого отношения? Они будут советовать. Нужно взять закон, и там будет видно, что назначить можно, а снять нельзя. Это очень хитрая, замаскированная система. Она не только в нашей стране, она во всех государствах. Ну я вот, убей меня, но не могу представить, что вот звонит Путин по АТС-1 и говорит, «Слушай, давай, подавай в отставку, мы тебе вот даем новое место губернатора Ханты-Морисийского округа». И что она скажет? Хорошо? Проблема не в ней. Проблема не в том, что она откажется или согласится на пост губернатора какого-то. Проблема в том, что любой, кто приходит в эту структуру, должен играть по правилам МВФ, по правилам, которые нарисовали американцы и Федеральная резервная система. То есть вот повышать ставку, стараясь, чтобы меньше рублей было, покупать определенные американские долговые обязательства и складывать их в так называемые золотовалютные резервы. Но все-таки, отец Дмитрий, я хочу закончить мысль про законопроект, который Евгений Алексеевич внес в Государственную Думу. То есть подчинение Центрального банка – это действительно важный вопрос. Значит, закон через два года после внесения все-таки попал на голосование. Два года, очень долго. Что происходит? За голосует ЛДПР, за голосует КПРФ, за голосует семь депутатов-единороссов, а вся фракция Единой России, то есть 240, ну что-то около того, и вся фракция «Справедливая Россия» воздерживается от голосования. Они не голосуют ни против, ни за, ни воздержался, они вообще не голосуют. Вы мало найдете законопроектов, за которых две крупнейшие фракции полностью не голосовали вообще. То есть и провалили тем самым законопроект. То есть еще «Справедливая Россия» не голосовала? Полностью. При этом руководитель «Справедливой России» потом, мы же начали вопросы задавать, объясните. Он дал два диаметрально противоположных ответа одновременно. Значит, на камеру он записал следующий ответ. Лучше бы промолчал, если честно. Миронов сказал следующее, что мы решили голосовать за законопроект, но, к сожалению, во время голосования дежурный по фракции отсутствовал, и поэтому коллеги растерялись и вообще не голосовали. То есть такой детский сад среди депутатов. Нет дежурного, они не голосуют. И второй вариант, который он в письменном виде разослал, потому что мы попросили избирателей спрашивать депутатов, почему они такую позицию заняли. Вот пришли стандартные ответы от Миронова. Там написано, мы считаем этот закон неправильным, вредным и противоречащим российскому законодательству. То есть два одновременно ответа. С одной стороны, мы хотели голосовать за, с другой стороны, мы считаем этот закон вредным. Вот какой из этих ответов соответствует позиции Миронова и справедливой России, я не знаю. Понятно. Да, какие интересные происходят вещи. Я об этом даже не знал. Так вот в одной партии, в данном случае, опять же, возвращаемся к ЕР, к Единой России, есть депутаты, которые вносят этот законопроект, его двигают, понимают важность этого, и огромная масса фракций, которые топят этот закон. И это члены одной фракции. А вот что касается партии Великое Отечество, то у нас пункт о национализации Центрального банка, о подчинении эмиссии государству, это пункт нашей программы. У нас не может быть, чтобы депутат от партии Великое Отечество воздержался от голосования. Это стяжневой, так сказать, момент нашей программы. То есть для нас это не конъюнктура, для нас это то, ради чего мы идем в политику, ради чего должны прийти в Государственный дом. Вы хотите участвовать в выборах президента, да? Ну, конечно же, нет. Пока нет, да? Ну, давайте, мы же серьезно относимся к нашей стране, серьезно относимся к нашим избирателям. Партия, которая еще не имеет своих представителей в Государственной Думе, ну, как серьезно ее руководитель, если он серьезный человек, может участвовать в президентских выборах? Надо учиться, надо стараться, надо двигаться вперед, надо еще много чего узнать, тогда уже можно задумываться над этим вопросом. А сегодня, ну, это просто не серьезно. Нет, ну, а ведь бывает так, ну, надо тоже понимать нашу русскую ментальность. У нас и к Первой Думе, и к Второй, и к Третьей, и к Четвертой, и вот в наш уже постсоветский период к парламенту народ относится специфически. Почему? Потому что парламентаризм – это вещь, не очень понятная всей народной толщи. Абсолютно согласен с вами. Поэтому вполне может появиться некий харизматический лидер и, так сказать, заявить о себе ярко, громко, доходчиво, и народ сможет, так сказать, выразить. Должен сначала обладать определенным опытом и знаниями. И если он ответственный человек, вот только после того, как он будет все это в себе чувствовать и иметь, после этого он может куда-то двигаться. Иначе у нас к власти опять может прийти такой безответственный человек, как Ельцин, такой безответственный человек, как Горбачев, который просто может погубить страну. Ну это же ведь нельзя сказать, что у Ельцина совсем не было опыта, там, или у Горбачева. Просто это такие специфические свойства их личности. Я думаю, что и опыта управления страной не стройкой какой-то, да, не пусть большим обвинением, как Москва. Ну мы видим на примере нашего нынешнего президента, что не только очень быстро может приобретаться этот опыт, а вообще, ну по крайней мере во внешней политике, блестящий результат. Бог Россию любит. И поэтому он посылает ей самородков. Нет, ну почему он как бы достиг сам определенных карьерных успехов, ну просто страна сломалась без его участия, но он нашел свое место. Согласен. И на сегодняшний момент политической альтернативе нашему президенту не существует. Это самый, не только популярный политик, но и самый умеющий вести эту политику. Знаете, я помню те же самые слова, говорили и про Ельцина, говорили про Горбачева. Вот просто помню, и даже это все было по телевизору. Это у нас так как бы... То есть про каждого говорят? Ну, про каждого не знаю. Но вот, не знаю, говорили так про Маленкова и Хрущева, я не помню. Но вот про Сталина так говорили, говорили и про Горбачева, и про Ельцина, это точно. Но ведь есть... Преемственность, это один из острейших вопросов в нашей политической системе. Ну, особенно в России. Именно в нашей системе. Я, собственно говоря, радею за Россию. Как там передается власть во Франции, мне с прикладной точки зрения интересно, но по большому счету все равно. Это проблема французов. Ну да, называется академический интерес. Академический интерес. Изучить опыт, как говорится, партнеров и друзей, в кавычках, для того, чтобы можно его применять. Эти опыты, они тоже для нас странны, потому что все-таки ментальность, это оказывается важнейшая вообще вещь, что мы и видим вот в той проблеме украинской. Это просто вот ментальность, она высвечивается. Но проблема преемственности русской власти, она ведь возникла не сейчас в Калифе-Сануе в России. И не при большевиках, и не при Сталине. Она... Возьмите любого царя. Еще у Дмитрия Ивановича Донском, поэтому он ввел при Сталине наследие иное, чем было принято у Рюриковичей. Так сказать, это все известно, и все прописано. Так что это какая-то наша национальная особенность, сложности при выстраивании системы передачи власти. Но, честно говоря, вот эта особенность национальная мне не очень нравится. Мне хотелось бы, чтобы мы все-таки выстроили эту систему передачи власти, для того, чтобы это происходило без изменения государственного курса и без каких-либо потрясений. Ну, у нас без потрясений может быть только в одном случае. Если мы, во-первых, справимся со всеми инфекциями, разрушителями, до организма нашей народной жизни. Если мы найдем алгоритмы, когда вернем с площади на кухню, народ может там белую ленточку надеть, может вообще в простыню завернуться, никто тебе ничего про это не скажет. А второе, что совершенно необходимо, чтобы это как бы изменить, у нас необходимо некое уважение к процедуре. Нет никакого навыка. У нас уважение к личности. Именно поэтому и возникают такие вещи. Горбачев незаменим, Ельцин безальтернативен. Но это наша национальная особенность. Анархический строй мыслей русского человека. Ну, вот он такой и есть. Да, вот поэтому уважение к личности, оно больше. Поэтому я, собственно, и спрашиваю, что не хотите ли вы, так сказать, рискнуть и через все процедуры и обычные, формальные, заявить себя как претендент и, как бы, таким образом, ну, явить себя народу. А уж народ там смотрит, понравитесь вы или нет. Нет, я считаю, что это преждевременно. Ну, ладно, вот это мне, так сказать, и любопытно, потому что, как говорится, я хочу так для себя понять. Партия должна себя зарекомендовать сначала, получить доверие избирателей, получить какую-то известность. А те лидеры, которых она, возможно, будет выдвигать на определенные посты, должны, как говорил один из, наверное, не самых положительных персонажей нашей истории, учиться, учиться и учиться. А вот, если вам удастся донести до умов и сердец тех людей, которые ходят на выборы, вот, главную идею партии вашей, да, то есть ли в других секторах политической нашей жизни народ, который перейдет к вам, потому что услышит от вас то, о чем думает, мечтает, как бы, в более чистом виде, чем в других партиях? Ну, конечно, есть. Сегодня большинство, на мой взгляд, голосующих за партию власти, за Единую Россию, они голосуют не за нее, а голосуют, во-первых, за президента Путина, олицетворяя Единую Россию с Путиным. Во-вторых, голосуют за стабильность. Они не хотят никаких потрясений. И это, кстати, очень наглядно показали выборы 2014 года именно, которые происходили после событий на Украине. Потому что Единая Россия стала набирать значительно больше голосов, чем это происходило до событий на Украине. Просто люди увидели, что может произойти, и решили голосовать вот таким образом за стабильность. Но я думаю, что если они увидят не менее любящую Россию, не менее прогосударственную, не менее партию, отстаивающую идеалы русской цивилизации, но только более понятную, внятную, четкую и, что самое главное, новую, без коррупционных скандалов, без каких-то там сомнительных чиновников, которые туда пришли, без, как сказал один совестный блогер, жуликов и воров, да, вот они в значительной степени могут проголосовать за нас. Это с одной стороны. С другой стороны, есть избиратели, которые голосуют за другие партии и которые тоже могут, так сказать, поменять свои предпочтения. Ну, как бы, жулик и вор, он может как бы везде быть. И потом, если увидят, что, ну, у вас там, я не говорю, там есть чем поживиться, но есть возможность, ну, продлить свое какое-то такое политико-экономическое существование своей семьи, могут к вам прилинуть, а у вас же, ну, каким образом вы будете пробивать каждого, а чем? Нет, ну, конечно, проблема прихода не самых лучших людей вместе с великолепными и отличными, есть у любой политической силы. Корабль, когда плывет, он ракушками обрастает. Чем мощнее партия, тем больше вот этих, как вы выразите, ракушек. Конечно, конечно. Вот могу исторический пример привести. Когда в Германии шла борьба за власть, ее финальный аккорд, собственно говоря, соревновались между собой нацисты и коммунисты. В итоге победили нацисты при поддержке Запада, но коммунистическая партия Германии, она имела несколько миллионов членов. Вопрос, куда они все делись? Ну, кто-то оказался в застенках, как Эрнст Тельман, кто-то эмигрировал, но это были, ну, может быть, десятки тысяч людей, а миллионы куда делись? Они потом вступили в армию, воевали вот тут у нас в России, наверное, к сожалению, совершали преступления против нашего народа наряду с теми, кто был изначально штурмовиком. А в самой партии их называли бирштексами. Я имею в виду в нацистской партии, когда они туда вступали. Красные внутри, коричневые снаружи. Вот такой исторический термин. Интересно. Век живи, век учись. Вы цветите все время, а у вас узнают что-то здесь новое. Проблема перехода политических активных людей или политически пассивных людей, она постоянно происходила. Именно по этой причине, отчасти, конечно, не только поэтому, было несколько чисток ВКПБ. Ведь чистка означала не только там репрессии, расстрелы и посадки. Просто каких-то вот людей, эти ракушки, которые на партийный корабль нанес ветер и волна истории, потихонечку счищали. Иногда, конечно, и честных людей из партии выгоняли. Но именно вот приход в победившую партию карьеристов является главной проблемой для политической партии любой. С одной стороны. Но с другой стороны, ну что, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Нормально. Конечно, но с какой целью? Если он собирается отечество защищать, или он собирается воровать солдатский паек? Это же все как бы демагогия. Потому что пока у человека нет рычагов, он не проявил себя, как там Скобелев, который на свои деньги одел солдат во время зимы в Болгарии. Вот это поступок. Ну как бы уникальное в истории вообще отношение. Поэтому ему и памятник, и память от русского народа. А есть генерал Власов, который, спасая свою личную шкуру, пошел в услужение к немцам. И почти два года жил в Берлине, тепло ел, вкусно спал и ничего не делал. Только фотографировался для всевозможных холестовок. И немцы его вытаскивали, когда нужно было показать, что вот, значит, есть какое-то русское сопротивление, которого не было. И только когда Жареный Петух начал уже Третий Рейх клевать во все места, тогда в конце 44-го года они в Праге собрали конференцию и начали формирование дивизии РОО. Вот два генерала, две судьбы, два выбора. А ведь до этого Власов был достаточно успешным советским военачальником. Но возникла ситуация, в которой речь зашла о его жизни, о его личной судьбе. И вот здесь он не погиб, как сотни других генералов, а сдался в плен. Ну, опять, допрежь того, то он себя проявлял, никто ничего не подозревал. Также здесь вот войдет человек в партию, все нормально, говорит правильно, так сказать. А уже когда дойдет до каких-то источников, смотришь, пойдет ручеек. На один счет, потом в виде кусков металла куда-то в подземелье какое-то. Это вещь-то неизбежная. Ну, ведь людей идеальных, к сожалению, у нас в России вообще с ними, так сказать, идеалистов много. А вот идеальных людей по своим ментальным качествам совсем немного. А вот не соглашусь с вами. Мне кажется, что именно в России найти, в хорошем смысле, без серебряников, людей, идеи, которые потом не испортятся, значительно проще, чем на Западе. Потому что они мыслят деньгами, а у нас мыслят по-другому. Ну, все равно и отношение к деньгам на Западе другое. Ну, проще найти там плиточника. На работу. А если нужно не работать, а служить. Служить Отечеству. Это же не работа, это служение. Потому что работа это с 8 до 18, с перерывом на обед. И жизнью рисковать на работе, ну, вы знаете, вот не все хотят. Но вот в армии, в других силовых структурах это как-то... Ну, может быть, есть такие еще, остались проявления в нашем педагогическом сообществе. А у врачей уже почти не осталось. Так редко теперь встретишь врача, который, ну, там, 20 лет назад их уже было много. Ну, который просто вот дни и ночи ввозится с больными, как с родной матерью. И совершенно не думают. Есть такие врачи. У меня две дочки, и, к сожалению, болели иногда. Вот приходилось сталкиваться с людьми, с людьми врачами. Конечно, есть. Но все равно общая тенденция, она стала другой. К сожалению. Это вот, ну, как на взгляды видно. А политическая жизнь, ну, тоже. Как только партия ПВО станет большой и сильной, ну, в какой-то степени заметно сильной, то обязательно вы столкнетесь с этой проблемой. И если захотите ее сделать, ну, какой-то такой вот более-менее идеалистической, в смысле чистоты, то огромную часть энергии, сил и какого-то специального аппарата потребуется на то, чтобы этим как-то заниматься этой проблемой. Не, ну, мы же все-таки трезвомыслящие люди, поэтому мы понимаем, что какие-то эксцессы неизбежны. Поэтому то, что происходит в Единой России, это будет происходить везде, потому что вы же не с Луны будете брать народ-то и не специально в оружей выращивать. Проблемы будут. Но я хочу сказать, что во многом эти проблемы возникают от того, что в партии, которые сегодня представлены в Государственной Думе, ну, пожалуй, за исключением КПРФ, да, у них есть некий идеологический стержень. Ну, он просто препарированный старый. Маяк какой-то, да? Собственно, это, ну, продолжение уже, ну, такой Брежневской эпохи. А у других партий нет этого идеологического стержня. То есть, Справедливая Россия строилась как та же Единая Россия из остатков чиновников, да, но как бы чуть-чуть полевее, так, с риторикой про социальную справедливость. Ну, ЛДПР – это совсем особая такая специфическая вождистская партия. Но итоги создания Справедливой России очень печальные. Потому что, вот, мы с вами говорили о сложном периоде нашей истории, 2011-2012 год, мы сейчас уже забыли. Уже, наверное, сами эти политики пытаются забыть. А ведь Миронов ходил в парламент с белой ленточкой. А его депутаты, в том числе Пономарев, единственный голосовавший против воссоединения России с Крымом, он сейчас в Америке сидит, так он же был одним из организаторов всех этих беспорядков. Помните, они там с некоторыми товарищами защищали фонтаны от ОМОНа. То есть, в сложный момент нашей государственности эти партии во многом перешли на сторону антигосударственных элементов. А КПРФ вообще заключила договор с господином Тютюкиным. Это руководитель Левого фронта. Хорошая фамилия такая. Ну, такая фамилия, он поэтому себе взял псевдоним Удальцов. Или как его там, я уже забыл его. Серега в смысле? Ну, наверное, да. А-а-а. Так вот, он, собственно говоря... Да, Тютюки. Фух, как отлично. Сколько я от вас интересного дам. Ну, это не секрет, собственно говоря. Нет, ну вот, например, там про белую ленточку. Ну, ошибся человек. Ну, бывает как-то. Там потом, ну, были всякие... Нет, не ошибся. Тогда давайте скажем, что в феврале 1917-го те либералы и патриоты, которые вместе, объединившись, свергли государя и императора, столкнули Россию в пропасть гражданской войны, ну, просто ошиблись. Можем мы так сказать? Нет. Мы должны сказать, что это предатели. Это предатели, которые сознательно во время Великой войны, причем в буквальном смысле, арестовали главнокомандующего. Предатели – это начальники всех фронтов и начальник генштаба. Ародзянка? Да. Вот это... Амилюков? Нет. Родзянка – это не предатель. Это как раз очень глубоко заблуждающийся, не очень такой далекий человек. И он был главой парламента. Ну, а что делать? Так его выбрал парламент. И дезинформировал Николая Второго случайно. Писал ему о том, что нет никакой альтернативы, подавить беспорядки невозможно. Это он так понимал свой долг перед Родзей. Тогда давайте простим всех, кто сейчас предал вместе с Януковичем Конституцию Украины, украинский народ, и довел страну до кровопролития. Ведь вина не только Пучистов, вина тех, кто не выполнил свой конституционный долг. Янукович виноват в пролитии крови. Руководитель его администрации Левочкин, который отдал приказ о разгоне Майдана, когда там побили какое-то количество студентов, устроили провокацию, и все это начало разрастаться. Другие силовые структуры. Там, я сейчас не помню просто фамилию, один из руководителей киевской милиции, он повышение получил после Пуча. Понимаете, что же он делал такое, что его не в розыск объявили, а повышение ему дали. И это все то же самое было в феврале 1917 года. Они могли думать что угодно, но они виноваты в крушении России. Нет, если человек сделал ошибку, ну, например, вместо того, чтобы ехать по трассе, въехал в автобусную остановку. Это ошибка? Если погибли люди, это преступление? То он и в тюрьму сядет за эту свою ошибку. Но мне трудно поверить, ну, конечно, наверняка в той думе старинные были люди, которые вот, ну, прям вот стремились, так сказать. Так они же прогрессивный блок создали, они икшались с англичанами, посольством. Все же это было, ничего нового. Все то же самое, что сейчас. Только белые ленточки не носили. А все остальное было, все то же самое. А вы знаете, кто носил ленточки при Наполеоне? Фуше? Нет. Телеран? Те люди в Москве, которые всякий пиетет проявляли к французам. А какого цвета у них ленточки-то были? Да вы что? Да, так интересно. Был такой исторический факт. Но это многое объясняет. В выборе цвета 2011 года. Ну. Отмечали фактически столетие. Готовились к приходу освободителя. Наполеон-освободитель. Ну вот. Вот именно так воспринимали. Так вот, чтобы эту заразу извести, пришлось Москву взять нашим патриотам. Вместе с этими ленточками. Ну, все-таки, опять, она сгорела. Но не факт, что это патриоты ее сожгли. Дело в том, что при деревянном строительстве само могло тоже восплывиться. А дальше уже, когда разрушена государственная система пожаротушения, то любой ветер... Знаете, я все время стараюсь изучать историю с разных сторон, чтобы получать более объективную информацию. Сейчас я читаю восемь томов «История XIX века». Она издана при Сталине. До этого, значит, издавалась в начале XIX века. Называется «История XIX века. Авторы Лавис и Рамбо». Это такая, ну, очень такая классическая книга. Много фактов. Так вот, для французов у них нет никаких сомнений в том, что Москва была сожжена русскими патриотами сознательно. Вот там французы это пишут. Но это еще не все. Это же француз для нас не авторитет. Отец Димитрий, я логику вашего ответа как раз предвосхитил. И поэтому хочу сказать, эта книга была издана при Сталине в 1938 году. А редактором этой книги был один из, ну, я думаю, что вы знаете, один из лучших, на мой взгляд, историков вообще в России за все время нашей государственности. Это Евгений Торле. Блестящий историк, написавший много книг о Наполеоне и не только. И он, если не согласен с французским автором, он там ставит галочку и пишет. Вот здесь вот французский уважаемый автор завирается, выдает, так сказать, желаемое за действительное. Ничего не пишет Евгений Торле. Ничего не пишет. Соглашается с французом. И поэтому, я вот предвосхищая вашу реплику, как раз и хотел это сказать. Ну, ладно. Хорошо. И теперь, если вот начали вы про Украину, но ведь во многом ментальность тех людей, которые именуют себя украинцами, она такая русская. Так они русские и есть. Поэтому нет ничего удивительного, что там идет повторение того, что у нас было там в 17-м году. Просто единственное, что оказалось почему-то, хотя, с другой стороны, если нашу молодежь так специально подготовить, они же тоже не знают событий ни пятого года, ни семнадцатого. А так события на Украине, они просто как будто из Эйнштейна смотришь. Только как бы в цветном виде. Одна методичка. Одна методичка иностранной разведки воплотилась в 17-м году и почти через сто лет повторилась, только в меньшем масштабе. Но можем ли мы сказать, что Керенский, Радзянко, сегодняшние вот эти Порошенки всевозможные, что это вот русские люди, я даже не с точки зрения национальности говорю, а с точки зрения духа, отношения к служению Отечеству и вообще пониманию своей роли в истории и себя в России. Ну, конечно, нет. Какие они русские? Это западники, агенты влияния, продажные политиканы, в крайнем случае наивные идиоты, но уж никак не русские люди. Ну вот, например, вот я, если говорить про ошибки, вот Александр Александрович Блок. Сначала он приветствовал революцию и сравнивал ее с Девой. О, Дева, иду за тобою. Но потом прозрел. И масса духовенства приветствовала февраль. Писали телеграммы там временному правительству приветственное. А потом все пошли на эшафот. Ну, что касается Блока, это художник. Художнику заблуждения простить можно. Ну, хорошо. А, ну, опять, простите, не простите, я не об этом хочу говорить, но вот те люди, которые, ну, вот, и императора предали, это все-таки относится больше к армии, которую наш император бесконечно любил. И генералы тоже. Не только политики, но и генералы. Ну, да, именно. Но потом они же попытались возглавить Белое движение. Да, генерал Корнилов, икона Белого движения, генерал Алексеев. Ну, генерал Алексеев, он и был там главным лицом в Белом движении. Ну, а и что? Закончилось-то все печально. Печально. Ну, слава богу, умер, а не на кол посадили. А генералу Русскому, который арестовал государя, ему шашкой отрубили голову, причем не с одного удара, как говорят очевидцы. Так что каждый еще на этом свете, большинство из них получили по делам своим. За что боролись, это, конечно. И те люди, которые вот, ну, разоряли, как бы, Украину, то, конечно, вот привели к такому состоянию вообще страну. Это несут, конечно, ответственность за это. Но, судя по их душевному состоянию, так внешне, конечно, можно судить, то это, ну, некоторое такое, как-то, какое-то ажиотажное заболевание. Вы имеете в виду сегодняшнее состояние умов? Ну, да. Под влиянием пропаганды на Украине, конечно. Ну, не только пропаганды. Тут, мне кажется, очень многофакторно. А это то же самое, что было в Германии в 30-е годы. Напоминаю. Здесь они повторяют. Это не просто похожие ситуации. Это, опять же, та же самая методичка. Даже вот, опять же, приведу пример, о котором мало говорили наши СМИ. Вот приводили Гитлера к власти и сегодняшних украинских политиканов одни и те же силы. Это, в принципе, Англия, США, Франция. То есть, ну, условно говоря, Запад. И он действует по той же самой методичке. Запрещаются коммунистические партии. Постоянные нападения боевиков на офисы, на журналистов, которые приводят к тому, что все начинают бояться. И есть еще один этап, который очень похож. Значит, в конце 20-х годов Советский Союз наладил взаимодействие с Вемерской Германией. Речь шла не только о вот этих военных школах на нашей территории. Там летчики, танкисты, очень небольшие школы. Когда мы предоставили территорию, немцы привезли к нам купленные английские и французские самолеты. И мы вместе с немцами, что важно, осваивали новейшую технику. Своей-то не было никакой. То есть не то, что мы делились с ними, а нам нечего было показать. Мы, наоборот, впитывали все это. Так вот, мы стали продавать наши, ну уж увы, нефть туда, в Германию. И были, значит, бензоколонки специального общества. Она называлась Дероп. Как только Гитлер пришел к власти, он специально натравил штурмовиков на эти бензоколонки, значит, вытравить осиное гнездо. Бензоколонки нападали, поджигали, громили штурмовики. Через некоторое время на месте бензоколонок Деропа появляются бензоколонки, торгующие американской нефтью. Сегодня Лукойл выдавливает. И вообще Россию выдавливают с рынка газа для того, чтобы привезти сланцевый газ из США. Вообще то же самое. Один в один. При этом, что интересно, американские компании, вот в частности Шеврон, позавчера заявила о том, что она не будет добывать сланцевый газ на Украине. Я сам был на Украине, я дискутировал с Порошенко. Просто в эфире одной из программ. Он был тогда, тоже, внимание, министром экономики при Янукович. То есть сегодня президент Порошенко исправляет то, что когда-то министр Порошенко сделал неправильно в экономике. То есть такое раздвоение личности. То есть ошибка была? Ну, какая ошибка? То есть сам напортачил, потом предал своего шефа и сел в его кресло. Так вот, наша дискуссия с ним была очень простая. Я ему объяснял, что у Украины нет альтернативы идти на запад или на восток. Рынок сбыта, где ваших товаров, я говорю? На востоке. Вот ваш, он же владелец завода не только по конфетам. Я говорю, ну в Германию кто ваши конфеты будет покупать? Он еще владелец завода по производству автобусов Богдан. Что, в Германию будете поставлять автобусы? Ну, еще несколько примеров привел. А он вместо этого начал говорить, значит, красивыми словами. И тут же стал говорить, что российский газ им не нужен, что будет сланцевый газ, и мы будем добывать, и даже продавать газ. Эта программа была меньше трех лет назад. Все, сланцевый газ, поманили морковкой украинский народ, что типа Россия не нужна, ничего не нужно. А потом теперь сворачивают этот проект, и дорогой газ из Америки заводит. Если участие сынка Байдена не говорит, а на самом деле серьезности их намерений, а потом они, ну, как бы увидели, что это уже им не под силу. Назначение сынка Байдена нужно для того, чтобы показать украинской политической элите и самым главным избирателям. Да, все, вот мы назначили сына, все, будет сланцевый газ. Вы думаете, что это такой прием театральный такой? Конечно, а потом этот сын уезжает в связи с переводом на другую работу, и все. И проект сворачивается. Хорошо, а вот, ну, конечно, вы сами в этом деле лучше разбираетесь, как уже человек погруженный в политику. Вообще всех русских людей волнует, а вот что будет дальше? А дальше нужно будет принимать важное решение, и принимать его должен будет в первую очередь наш президент. Ну да, а вот какое? Решение очень... Какой стоит вопрос? Вопрос следующий. Россия объявлена война. Ну, это да, это мы все чувствуем и видим, да. Варианты нашего действия, значит. Значит, мы пытаемся договориться с ними, кто нам объявил войну, чтобы как-то по-хорошему эту войну закончить. На мой взгляд, договориться не получится. Не получится. Значит, из этого всего есть два пути. Либо мы действуем в рамках тех правил, которые есть сегодня. Вот это финансовая экономика, вот это биржа, где рубль может на 7 рублей в день скакать по непонятным причинам. Вокруг ничего не происходит, а там такие, значит, бешеные скачки. Даже нефть так не снижается. Либо мы выходим из написанных ими правил. Мы создаем свои правила и начинаем играть по ним. Конфронтации от этого меньше не становится. Хорошо. А если мы вот найдем систему альтернативных правил? Сколько нужно времени, чтобы их прописать? Сколько нужно времени, чтобы наш бизнес, прежде всего крупный, на это согласился? Несколько дней. Несколько дней, вы думаете? Несколько дней для того, чтобы их прописать. Ну, вот те шаги нашего президента по развороту на восток, ну, в разных проявлениях, разве не есть это, ну, начало именно принятия этого уже окончательного решения? Очень хочется надеяться, что именно это и есть. Путин вообще мастер нестандартных шагов. Посмотрите, он слетал в Турцию и договорился, что Южного потока не будет, но будет строиться ветка газопровода в Турцию. Турция немедленно стала заинтересована в этом. И дальше начинается уже цепь событий из-за этого. Во-первых, в Турцию прилетают эмиссары Европейского Союза уговаривать Турцию, ну, типа, за сколько продадите Россию? Давайте не будем строить этот газопровод, делаем что-то другое. Второе. В Одессе, заявляет украинское правительство, мы строим, то есть они строят терминал для приема сжиженного газа. То есть огромные американские танкеры с сланцевым газом должны приплыть в Одессу и разгрузиться. Этот проект начинается. В этот момент Турция говорит, а вы знаете, вот эти большие танкеры, они создадут большие проблемы судоходства в Босфорах и Дарданиле, большая угроза для экологии. И поэтому мы не пропустим американские танкеры вот туда. Прямые следствия. Мы начинаем тормозить сланцевый американский газ через проливы, договариваясь с турками, а турки оказываются под давлением Евросоюза. Вчера, новость, даже несколько дней назад, в Турции идут аресты. Аресты деятелей медиа в рамках пресечения подготовки к очередному турецкому Майдану. То есть, Эрдоган договаривается с Путиным, значит, американцы готовят Майдан, Эрдоган начинает арестовывать тех предателей, которые готовы устроить в Турции беспорядки. Смотрите, Путин слетал в Турцию, сколько сразу событий вслед за этим. А украинское правительство говорит, хорошо, танкеры Турция не пропускает, мы все равно строим этот терминал. Вопрос, на что они надеются? На тот самый турецкий Майдан, на то, что США надавят на Турцию и продавят. То есть, идет жесткая геополитическая борьба. Хорошо. А если вот такое нестандартное решение? Допустим, сегодня вечерком объявляется, что мы выходим из договора о нераспространении ядерного оружия. А завтра утречком наш президент наносит визит в Иран. И к каменнике о том, вот пили зеленый чай, кушали пахлаву. Сильный ход. Единственное, что нужно принять во внимание при оценке необходимости или отсутствии необходимости, или возможности его совершать, это какая будет реакция. Вот мне реакцию Запада в данном случае просчитать сложно. Нужна дополнительная информация. Не хватает информации. Но это только президент знает полную информацию. Но с другой стороны, вот видимый плюс этого решения, заявка определенной ставки в определенной игре. Это да. С другой стороны, минус, который сразу можно увидеть, это возможность дать прекрасный козырь для демонизации России. Но они и так будут демонизировать. Разве все эти козырь давно на столе? Нет. И еще из рукава достаются? Сейчас им приходится сбить Боинг, чтобы получить эти козыри. А так мы сами дадим. То есть фактически они начнут говорить, что Россия готова передать всем нашим врагам ядерное оружие. Это прямая угроза Соединенным Штатам Америки. Вы думаете, что Боинг сбили не по ошибке? Все-таки то, что целились в президенты, это вряд ли так, да? У меня нет... Вот я свою точку зрения его скажу. Исходя из тех фактов, которые я нахожу в открытой печати, у меня нет ни малейшего сомнения, что Соединенные Штаты Америки использовали Украину, конкретно боевой украинский самолет, для того, чтобы сбить этот Боинг. Но задача у них была не выполнена, человеческий фактор. Они должны были его сбить так, чтобы он упал на территории России. Он не долетел немножечко. Ну это да. И тогда, ну уж как, Россия не виновата, если на ее территории, извините, падают мирные Боинги с людьми. И судя по тому, что провокация не удалась, мы видим результаты расследования. Замыливаются, ничего не говорят. Да, это все понятно. Это настолько очевидно, что... Нет, они его сбили сознательно. Конечно же, это была конкретная провокация. Ну вот поэтому мы должны понимать, что сейчас надо что-то делать. А тут они получат эти козыри от нас. Но я не говорю, что вот изначально нет, но это такой очень специфический ход в той игре, которая сейчас ведется. Ну, с другой стороны, если вот сделать такой шаг по выходу, ну нам надо спасать экономику. Ну давайте торговать ядерным оружием. Я бы предложил другие ходы. И они тогда увидят, ой, мы им делаем сценарий Советского Союза, а они обращаются ко всему. Кому нужны? Ракетки с оплуживанием и все, и давайте это самое. В чем я с вами полностью согласен? Что вот оборонительной тактикой, в которой мы сегодня находимся полностью, мы должны перейти в нападение. Обороной войны не выигрывают. Представим, что Красная Армия или Русская Армия вот только бы защищалась в войне с Наполеоном или войне с Гитлером и никогда не наступала. Да, это было бы интересно, это было бы правильно, перемалывали бы противника, но все равно надо рано или поздно пойти в наступление. Ну все-таки Наполеона именно так перемололи, прежде чем, ну уже в войск голодный он стал отступать. Да, но мы же дальше вышли за границы России и пошли в зарубежный поход. И там его гоняли, значит, там с разным переменным успехом. И были битва народов, и под Дрезденом, и под Лейпцигом сражениями, все это было. Но сейчас мы находимся исключительно в обороне. Вот в чем проблема. Что можно предложить в качестве наступательных мер? Наши западные партнеры, они понимают только язык силы. Они не откажутся от санкций, если ущерб от этого несет либо Россия, либо Европа. Что сегодня США теряет? Ну запретили там окорочка вывозить. Ну плохо, но это не смертельно для их экономики. Нужны более серьезные удары по их экономике. Они должны понять, что если они начинают конфронтацию с нами, то мы тоже начнем конфронтацию с ними. И в тех областях для них это будет болезненно. А есть такие реперные точки? Почему я, например, не согласен с уважаемым Дмитрием Рогозиным, который говорил, что сотрудничество по всем космическим программам нужно продолжать? Нет, наоборот. Если они без нас не могут вывести свой спутник, это называется сверхдержава, значит давайте расторгнем этот договор. А вдруг они тоже соберутся и сами сделают альтернативу МКС. Нам это надо? Мы теряем тогда источник дохода. Мы должны показать им, мы должны доход получать не от сотрудничества с американцами, а от развития своей экономики. Если мы всегда будем ждать подачи к Западу, мы не разорвем свою экономику. Нет, с другой стороны, надо подразвить экономику, а уже потом закрывать эту тему. С одной стороны, вы сторонник радикальных шагов, а здесь в шаге куда менее радикальным не готовы. Нет, это у меня, я понимаю, мне хорошо, сидя за стеклянным столом, быть радикалом. Ну а другой, я же не несу ответственность за страну. Давайте попробуем, сидя за круглым столом, не быть сильными радикалами, но тем не менее составить проблемы нашим партнерам для того, чтобы дорого потом продать их решение этих проблем, как обычно они делают нам. То есть они создают проблему. Вот Аль-Каиды есть, террористы, давайте бороться всем миром и давайте, значит, каким-то образом прекратим эту проблему, не говоря о том, что сами ее создали. Так вот, первое, прекращение космических программ США. Второе, прекращение поставок Палладия американским компаниям на рынок. Россия имеет контрольный пакет поставок этого металла на мировой рынок. Если мы его туда не поставим, вставим автомобилестроение, самолетостроение и так далее. Это очень чувствительно. Нашим промышленникам мы можем это компенсировать деньгами. И вот здесь мы переходим к вопросу об инвестии. Еще есть какие-нибудь такие вот... Конечно, пролет над территорией России именно для американских компаний авиационных закрыт. Пожалуйста, летайте через демократическую Украину, если у вас получится каким-то образом попасть туда, в Японию, через ее территорию. Крюк делайте, дорогие друзья. У вас какая компания? Французская? Вы санкции против России ввели? Пожалуйста, в обход. А вы компания... А если они возьмут и перезарегистрируются? Ну, это долгий процесс. Ну, что там, два дня. Ну, так это же за собой влечет тоже серьезные проблемы. Там, где они зарегистрированы, там они платят налоги. Если французская компания, ну, это не реально государственная... Ну, ладно, хорошо. А еще что-то есть идея? Ну, надо сесть и подумать. Но вот то, что лежит на поверхности... Вы так не думали, так, чтобы, так сказать, какие-то... Если будет нужно, мы устроим мозговой штурм. Но вот первые какие-то вот такие вещи мы уже готовы предложить. И я об этом писал. Понятно. Хорошо. То есть, главное, не сидеть, ждать. То есть, мы как, знаете, вот сидим и ждем. Да я понимаю. Ну, я в силу своего такого характера, как-то более динамичного, мне тоже как-то вот это ждать, смотреть, не зная сценария, поневольно начать думать, как-то тоже. В этом смысле, может быть, поэтому вы мне так симпатичны, что-то у нас характер похоже. Но все равно передача закончилась, к сожалению. Дорогие братья и сестры, я вам обещал, что будет интересно. Мне было очень интересно. Так что попрощаемся с нашим гостем. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова